я вот думаю шарф или нет, но у Лисы вроде ноль, мне кажется я в нём употею, пока иду. Сегодня пятница, я уже всё настроила на то, что у меня сегодня был какой-то показ тарам, целых три серии, а сегодня у нас девятнадцатая, я думала двадцатая уже, просто двадцатого выходят последние, вроде как пятнадцатая и шестнадцатая, и в принципе всё, надо будет выбирать какую-то новую, у меня есть, конечно, что-то в списке, ой, надо будет глянуть, посмотрим, короче, всё, я сегодня намного раньше выхожу, поэтому может получится даже кабинетик ещё раз показать, ура, взяла с собой мандаринку, кит-кат, тюкулятку, ну так на всякий случай, если же уродок будет бурчать, о, вообще даже немножко темно на улице, несмотря на то, что у меня с собой все зарядки есть, вероятность того, что я заставлю сегодня пойти в библиотеку, мне кажется, она равна нулю, правда, какого-то нет желания, не то чтобы желания, просто хочется быстрее прийти домой, просто лечь, включить дарамку, да и всё. Я ещё не пришла на учёную, а я уже хочу домой, ай, быстрее лечь в кровать, открыть ноутбук и просто посмотреть дарамку, ай, чтоб глаз не кипел от слов фраза, я практически дошла, ожидаем, конечно, сейчас будет немножко пустота, никого, обычно все ближе уже к девяти, начинают толпиться, плюс сейчас студенты на каникулах, интересно, когда они ещё раз програсят, Ханян, мне кажется, было бы лучше, если буквы были поярче, они уже стёрлись. Я случайно уехала на седьмой, хотела на пятом посидеть, потом такая думает, ай, ладно, пойду в класс. Ещё замуровали уже. Мой класс. Я сначала тут сидела, тут вообще козырное место было, потом там, там у меня просто голова, шея, но всё потом болело, потому что у нас вот тут вот экран. Потом я должна была сидеть тут, потом тут, и вот третья перетасовка была, которая... Из-за неё я сижу теперь вот здесь. Ну, как бы место нормальное, но из-за того, какие со мной люди рядом и то, что они не хотят работать, это, конечно, трещь. Ну, им типа не надо, это по факту. Ой. Хей. Не, надо в другой стороне. One second. Вот мы закроем. А это откроем. Во. Ля. Просто загляденье. Я иногда представляю, что у меня вот здесь вот квартира, маленькая конура. Если ты близко живёшь, то было бы так плавно. Видела комментарии там, где не шурши пакетом или что-то такое. Это не пакет, это куртка. Я когда шла, и там были люди передо мной, чтобы камеру вот так не опускать, её придвинула в куртки, она так... Я это не смогла убрать. На монтаже. Такое громкое слово. Ох. А ещё я взяла с тобой последний. Щеколадный коктейль. Неужели я сегодня не опаздывала? Так неприятно опаздывать. Я, кстати, не знаю, поставили ли мне пропуски на первый урок. Из-за того, что я опоздала на 2-3 минуты. Просто кто-то из учителей... Ну, а может они оба, я не знаю. Иногда прям в 9.00 уже на листке себе что-то отмечают. Вчера я это спокойно шла, потому что знала... Мужчина иногда опаздывает. Он приходит в 9.01, в 9.02. И я думала, ну вот, как раз, типа, вместе с ним зайду. А я захожу, у них уже всё на слайде открыто. Я такая, в смысле? В смысле? Вы уже начали, что ли? Я хочу спать. Очень сильно хочу спать. Девчонки вчера сделали замечание. Ну, как не замечание, а так. Сказали, ты это притормози с опозданиями и с пропусками. Она иногда приходит, знаете как, к началу. Точнее, вот 4-й урок начался, и вот она пришла. На последний получается. И вчера сказали, если ты пропустишь там какое-то количество часов ещё, то у тебя аннулируется виза. Вот яблоночка, с которой я сижу. А, которая спит постоянно. Её ещё, мне кажется, до лампочки. Она на повторе. И она очень много чего знает. Возможно, ей тоже несколько баллов не хватило, чтобы на 3-й пойти. А возможно, что она просто ради визы тут. Потому что она ещё параллельно учится где-то на вечерней школе. А, как я поняла, ну, что-то стилист, парикмахер, что-то такое. Вот. Всего остался один урок. Ну, жесть. Прошли только одну грамматику, но у этой грамматики есть 6 форм. Так вот, тут стоит говорить 20,000 рублей. Ребята, в режиме прохладского сезона, Ну, дело в месяц, мы здесь decidили открыть две недели. Ага, это не без верхнего дня. Кто-то, кто-то идει за последний сезон. Ага, подошли с небесами. Здесь мы переимуко... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну наquelle я сделала видео Маленькое В НельзяГРАМ Я что-то так радуюсь Я не знаю, почему я раньше Этого день делала Фиг и пойми Надо было что-то туда закидывать Мне так понравилось Когда даеммо смотрела Я чурраса открыла Там осталось буквально Ничего Не, ну там есть Короче, я это забираю сейчас наверх Пойдем кушать пить чай Доем свой рамен. Мне что-то сейчас на еду так пробрало, я не знаю почему. Вот вчера я достаточно так объемно поела, и сегодня мне хочется прям есть, 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 есть. Сталось посмотреть 13-ю и 14-ю, и все. Я буду довольна. Посмотрю сегодня на ночь. Я вот не знаю, склеивать кусочки сегодня или склеить уже завтра. Надо будет подумать. А еще мы с Хацуки пойдем в воскресенье в кино. Так и хотели. И несмотря на то, что мы обе так себя плоховато чувствуем, в Хацуки вообще там чуть ли не с температурой. А решили все-таки не отменять планы и пойти на утеек посмотреть. Если вы кушаете, вам приятного аппетита. У меня опять все поразряжалось. Обожаю то состояние, когда начинаю смотреть какую-то серию, и мне просто вот так вот... Обратно перемотать на 10 минут. Обратно на 10 минут. Еще сок один выпила. Пока смотрела. Это то, что я как раз покупала в... Круглосудке. Один плюс один. Зачоник. Буду в капюшоне на кухне сидеть. Ой. Я после того, как лампочку вниз спустила, у меня теперь это как ночничок. Прям на кровати стоит. Но я ногами особо не достаю, когда сплю. Раньше он у меня стоял постоянно на столе. И вообще, в принципе, когда я приехала, он у меня не выключался, считайте. Я ночью не могла без него спать. Потом как-то спросила его, ребят, телеграм. Я уже боюсь говорить слово «девчонки», потому что реально меня смотрят не только девчонки. Меня это уже пишут в комментариях не первый раз. Извините. Группа Ежи. Я просто спросила, кто как спит. С ночничком или без. Вот мне там много кто написал, что, в принципе, со светом не очень хорошо спать. Поэтому я вот как-то один раз попробовала. Мне понравилось. Ну, в плане я быстро уснула. Не знаю, от страха, не от страха. Но прям конкретно перед сном. Какие интересные у меня истории, да? Я возвращаюсь с кухни. Офигеть, сколько мы сидели. Просто в жизни. Болтали о разуме. Вот так. Про свои интересы скажу, вот так. Ой. Всё. Иду, наверное, спать. Но это не точно. К связи сайта. Меня не видно. Не видно моё окно. Время уже за пять. Я досидела с телефона и вожусь спать. Та-да-а-а-а-а-а-а. Уже суббота. Время полденнадцатого вечера. Я доклеиваю кусочки. У меня тут осталось буквально, не знаю, может, ну и по восемь. И будет всё готово. Ещё этот кусочек останется добавить. И всё. Я сегодня проснулась. Угадайте, во сколько. Это просто жесть. Практически в два часа дня я только заставила себя встать. Ну, плюс-минус. Я, наверное, уже точно не помню, сколько до минуты я проснулась. Но в два с чем-то я ещё лежала в кровати. Это просто капец. У меня была куча планов на субботу. Мол, проснусь пораньше, сделаю всякие мелкие дела. Там уборка, стирка. И сяду за учебники, буду учить слова, смотреть грамматику, которую мы прошли. Прошу грамматика реально сложная. В итоге первый обыдельник, который был у меня на 10, я его выключила. Потом такая поставила на 11. В 11 прозвенел обыдельник. Потом такая думаю, не, я не выспалась. Я ужасно хочу спать. Поставила на 12. Такая Ангелина. Я в 12. 100% должна встать. Не, нифига. Потом вроде мне играл в час. И вот час с чем-то я уже немного такая, так, все, надо двигаться. Она начинает вставать. И залипла в телефоне, сидела в телефоне, смотрела разные видюшки. Еще одно маленькое видео сделала в Нильзиограмм. Мне тоже оно понравилось. И теперь хочу еще больше снимать маленьких таких кадров. Специально для Нильзиограмма. Написала себе маленький списочек тренировок, которых я хочу придерживаться в течение, по крайней мере, первых 14 дней. Ибо привычка у нас вырабатывается, по-моему, первые 14, да? Или 18, или 21 день нужно. Я себе написала на 14. Говорить, что я буду делать, не буду, потому что... Вот если сделаю, тогда расскажу. А так, что я буду? Три недели зря. Тем более, если у меня получится, вы это увидите в Нильзиограмме. Просто перед тем, как что-то такое снять, мне нужно немножко привести свою форму обратно в порядок. А то это будет глупо, нелепо и криво, косо и некрасиво. Где-то ближе уже к вечеру я начала смотреть Дорамку. У меня осталось посмотреть 15-ю серию. Вот я сейчас, наверное, это делаю видео. Буду смотреть 15-ю. 16-е еще... Она вышла, но нету ее с субтитрами. Вот поэтому надо будет подождать. Наверное, завтра уже будет. И лягу спать. Да и все. На этом день мой закончится. Пролетел, как обычно. Когда поздно встаешь, он всегда пролетает очень быстро. Завтра мы с Хацуки идем в кино с утра по поводу звука. Я постараюсь что-то сделать. Я не помню, брала я с собой петличку или не брала. Я ее сейчас попробую найти, если я ее взяла. Но мне кажется, она вряд ли. По-моему, я ее оставляла, ибо я заказывала ее на Валберис уже очень давно. И пользовалась ей, когда телефон был вдали от меня. И я ей пользовалась этой петличкой. Она тоже такая не особо хорошая. Но, возможно, это будет намного лучше по сравнению с тем, что есть. Вот. Ибо по этой же причине в сентябре или в октябре месяце я перестала снимать, записывать кусочки на улице. Потому что шум слышно реально лучше, чем меня. Всем хороших выходных. Большое спасибо. Тем, кто присоединяется ко мне. Вот. С каждым разом вас все больше и больше. Я жду красивую цифру для меня на моем дневничке. И она будет сопровождаться неким действием. Но об этом чуть попозже. Как бы, когда будет эта цифра, тогда и, собственно, я покажу. И, наконец-таки, я это съем. Ладно, всем пока. Сердечко. Большое сердечко. Всем пока. И до завтра. До завтра. Продолжение следует...